На детском острове передача из Петербурга Виктор Васильевич, доброе утро! Виктор Васильевич, доброе утро! Лучшие годы прошли именно во времена Советского Союза. И так как это лучшие годы, значит, для меня и много хорошего было в эти времена. Но были, конечно, и какие-то очень вещи, недостойные такой великой страны, как наша. И в моей оратории, а дело в том, что вот все семь ораторий, которые я написал, все семь частей, там я всегда являюсь автором еще либретто. То есть я нахожу литературную основу для своих этих действий музыкальных. И я, как говорят, перелопатил. Сколько там было стихов, каких-то документов, каких-то постановлений, да, связанных с Советским Союзом. Но я потом решил, что не буду я закапываться. Я же не историк, а я музыкант. И причем музыкант эмоционально. Я эмоционально воспринимаю музыку. И я решил так, что никаких чтецов, никаких стихов, все будет музыка. И я, как комментатор наиболее эмоциональных каких-то частей, даже буду играть на рояле. Я буду как бы чтецом этого сочинения. Музыкальный отвлек на события самых таких памятных моментов жизни Советского Союза. Ну вот я знаю, что в предыдущих частях вашего большого проекта «Русский мир» звучали такие оратории, как «Когда звонят колокола». Да. Или «Моя Россия», «Оратория Ленинградки», да, и там чтецы читали произведения. Да, но здесь-то никуда не делись. И певцы замечательные, с которыми я уже не один год работаю, и хор консерватории, студенты в консерватории тоже замечательные, необыкновенно мобильные, потому что им под глаз на все, они могут исполнить любую музыку. И уже начались репетиции. Я с удовольствием их посещаю и чувствую какой-то вот национальный тоже отклик у исполнителей на мою музыку, на эти 18 частей, которые я написал для этой новой оратории. Виктор Васильевич, а каких поэтов вы выбрали? Я выбрал очень хороших поэтов. Это, во-первых, Анна Ахматова, мой любимейший поэт. Это Евгений Евтушенко, с которым я был даже знаком. Вот. Это замечательный поэт Михаил Дудин. Мне нравится поэт Александр Прокофьев. Кроме того, там еще использованы стихи Николая Заболоцкого, Владимира Маяковского. Кроме того, я использовал несколько песен советского периода, которые я писал в то время. Я их сделал в новой обработке, в новом качестве. И там задействованы мои поэты, с которыми я работал в советское время. Это Михаил Сафонов и Макс Дехие. Я знаю, что песня «Экипаж. Одна семья» — ваша визитная карточка. Эта песня была написана для конкурса на радио. И после так случилось, что песня потеряла автора. Но потом вы случайно ее услышали по радио и сказали, что если автор песни нас сейчас слышит, пусть он нам напишет. — Да, я написал. Потому что там была такая история. Потеряли конверсы с моими координатами. И объявили конкурс, как песня называлась раньше и какие ноты были исправлены, какой был девиз. Я на все ответил. Оказывается, я был не единственный, кто отвечал на эти вопросы. И приехал в Москву. И мне сказали, что уже поезд ушел. То есть денежная часть премии, ее уже нет. — Ах, как жалко. — Да. Ну, говорит, ну ты напиши еще несколько песен и купишь логу. Так что меня успокоили тогда. ПЕСНЯ — Я хочу сказать, что эта песня, ей уже 40 будет 8 лет. И она до сих пор исполняется. И какую-то обрела новую жизнь. Потому что во время и парадов на Красной площади, и парада теперь в Петербурге. У нас теперь морской парад. — Да. — Вот. И она, так сказать, там чуть ли не главная песня. — Я хочу сказать, что и в моей семье это тоже песня очень знаковая. Мой дядя, капитан подводной лодки Юрий Сергеевич Мусташкин, он очень любил всегда эту песню. Всегда эта песня у нас в доме звучала. Поэтому для меня она тоже родная. — Мой дедушка тоже служил в морском флоте. Он служил на подводной лодке. И поэтому для моей семьи тоже эта песня достаточно значимая. — Здорово. А я приглашен на 30-летие клуба подводников. И я являюсь почетным подводником. То есть у меня есть знак почетного подводника. Так что с вашими родственниками мы где-то уже тоже близко соприкоснулись. — Да, ну вот опять же, если говорить о Советском Союзе, об истории, от которой не открестишься и не отмахнёшься, она всё равно уже с нами будет. Вы всё-таки упор делаете на более положительные качества, да, хоть и называется страсти по Советскому Союзу, но я так понимаю, что вы, наоборот, положительный опыт берёте. — Так, ну я бы сказал, что было очень много хорошего, но было и очень много и нехорошего. Поэтому у меня не всё гладко. У меня, например, есть стихи Заболоцкого, большой такой хоровой номер, поэма, которая называется «Два несчастных русских старика». Это о репрессированных людях. Вот, кроме того, я нашу Победу Великую тоже рассматриваю не только как такую, да, со звонким маршем, а как такой реквим по погибшим. Потом у меня есть плач по коммунальной квартире на стихе Евтушенко. Я сам прожил 20 лет в коммунальной квартире. И родители мои прожили долгое время тоже в коммунальной квартире, поэтому я знаю, что это такое. И коммунальная квартира тоже подаётся по-разному у Евтушенко. Но я там взял фрагмент, потому что у неё огромное стихотворение, взял фрагмент, где такое было единение, когда случилась наша Победа, что все на кухне взвинули столы, завели пластинку с музыкой, тогда популярной кукарача, и кидали с шапки вверх, то есть такое было единение. Там много, ну я, например, присутствовал при таком значительном событии, как полёт Юрия Алексеевича Гагарина в космос. Сижу в классе, занимаюсь на рояле, убегает учитель наш Алексей Алексеевич, а я учился в храму училища, рядом дворцовая площадь, только Певчевский мост перейти. И говорит, ты что здесь сидишь? Человек в космосе. Гагарин полетел в космос. И, конечно, мы побежали, народу было такое количество, что пробиться было невозможно. То есть на Певчевском мосту я слышал по репродуктору вот это замечательное, как диктор говорил об этом событии. Вот, и у меня целая часть называется «К звёздам», а вот мой фортепианный фрагмент, он называется «Космос наш», потому что мы были первыми. То есть много было, чему можно было гордиться. Поэтому действительно, так сказать, много положительного есть, много и трагического, так что музыка и такая, и такая. Виктор Васильевич, я поняла, что вы тоже, как и я, учились в музыкальной школе. И я хотела вам задать вопрос. Вы с удовольствием этим занимались или с подпалки? Мне посчастливилось попасть, выдержать огромный конкурс. Вот в хоровое училище при Капеле – это старейшее музыкальное заведение нашей страны. И я, конечно, занимался с большим удовольствием. И самое главное для меня, что я почувствовал себя композитор в самом начале пути музыкального. То есть я уже в первом классе уже сочинял музыку. Поэтому у меня была неоторвательность инструмента. Я занимался и на скрипке, и пел в хоре, и, конечно, в этом уроке рояля. Потом уже было дирижирование. То есть я получил очень хорошее музыкальное образование. Потом в консерватории два факультета. Так что я считаю, что я больше ничем не могу заниматься. Это мое призвание. То есть вы с самого детства уже знали, что станете композитором? Ну, я же выпустил две книги. Первая называется «Моя веселая профессия». А вторая «Композиторский путь от пьяна до фортиссима». И я там как раз много рассказываю о том, как становится композитором. Вот у меня просто такая была история буквально с самых пеленок. Потому что моя мама работала в профессиональном хоре. В Жанском это был один из лучших хоров, по-моему, даже не только в Ленинграде, но и всей страны. И мама приходила на спевки хоровые. Оставить было не с кем. И меня укладывала на рояль. Кстати, этот рояль я недавно нашел. Он находится в театре Зазеркаля. Раньше там находился Дом народного творчества, где вот репетировали. Потрясающая история. Где он там стоит? В данный момент не знаю, но он стоит. И вроде бы я так себя вел, не плакал, наоборот, даже, может быть, улыбался, что подходили мамины подруги, хористки, и говорили, наверное, это будет будущий композитор. И вот так на меня это подействовало, что я уже больше ничем не хотел заниматься. От самого раннего детства хотел быть композитором. Виктор Васильевич, а с какими оркестрами вы предпочитаете работать? Вот вы знаете, так все получилось интересно, что первый же оркестр, с которым я начал работать, это был оркестр Абина Андреева. И это был 67-й год. Так, уже какая история. Это 52 года тому назад, да. И я помню, что моя песня «Говори мне о России», которая стала одна из победительных конкурсов еще к 50-летию советской власти. Я пришел на радио, и когда я услышал в оркестре эту песню, я вышел в другое помещение и разрыдался, потому что впервые я услышал в оркестре свое сочинение. Это было потрясающе. Звучит-то совершенно по-другому. Конечно, да. И был замечательный исполнитель Игорь Наболошников из тогда еще из Кировского театра, бас, который спел эту песню «Говори мне о России» мою. И с тех пор я поддерживаю творческое содружество, творческие связи с этим замечательным коллективом и написал сюиты просто для оркестра. Но самое главное, это работает. Это вот семь больших частей из исторической музыкальной эпопеи «Русский мир». Вот я слышала, что это даже была идея самого оркестра, да, вот осуществить этот проект. Иван, я бы сказал, что это родилось взаимно, поскольку когда ты больше полувека работаешь, в 2017 году мы как раз отмечали 50 лет сотрудничества Виктора Васильевича с нашим оркестром. В общем-то, это вполне естественно, мне кажется, когда мы все постоянно и тесно общаемся. Может быть, Виктор Васильевич меня поправит. В какой момент именно родилась и где был этот первоначальный импульс? Ну, импульс, конечно, от оркестра шел, потому что тогда был юбилей оркестра и еще 400-летие династии Романовых. Я как раз написал кантату на варшествие Михаила Федоровича Романова «На престол». И плюс еще «Ода моя России» на стихи Игоря Сибирянина. И вот с этого начался вот этот проект. А потом мы просто уже дальше стали искать... Дальше даты были. Ну, например, 200 лет со дня рождения Лермонтова. Появился купец Калашников. Потом был юбилей Победы. И появилась оратория, когда звонят колокола, посвященные русскому бойцу. То есть жизнь подсказывала тематику. А после того, как была написана оратория страсти по русской революции 1917 года, почему не написать страсти по Советскому Союзу? В прошлом году как раз прозвучала очень пронизительная премьера оратория Ленинградки, где текст читала Светлана Крючкова. Исполнителем были Андреевский оркестр и хор. И огромный, очень теплый, очень глубокий отзыв мы получили от аудитории, потому что для многих это личная вся вот эта история. И мы были счастливы, что нам удалось прикоснуться к этой истории и никак ее не испортить. Не приукрасив, не сгустив краски, как-то это донести художественно и в красках наших родных инструментов при помощи музыки Виктора Васильевича и, опять же, стихов, прекрасных стихов, которые он подбирает, потому что это уникальная история, что Виктор Васильевич, он сам же, он не только композитор, он сам еще и либретист своих собственных сочинений. И для нас тоже, вот для оркестрантов, для музыкантов, это всегда открытие очень интересное, потому что мы даже, может быть, не со всеми этими текстами были знакомы. А вдруг ты знакомишься с музыкой, тебе становится интересно, а что это, а кто вот это написал? И открываешь для себя какого-то автора, который, может быть, не на слуху. Когда мы, например, играем премьеру и рассказываем об истории Советского Союза совместными усилиями. Ну, это уже будет довольно скоро, 12 декабря. В Большом зале филармонии прозвучит седьмая часть проекта «Русский мир. Страсти по Советскому Союзу», о котором нам сегодня и рассказывали композитор Виктор Плешак, и солист Государственного академического русского оркестра имени Андреева Иван Амолин. Спасибо вам огромное. Спасибо вам большое, мне было очень интересно. Мне было интересно с тобой даже пообщаться. Спасибо. Ну, а передачу подготовила и провела Мариана Никольская, а также моя соведущая Вероника Сигаченко. Всего вам доброго и до новых встреч. Всего хорошего. Спасибо.